Всем привет! Снимаю три простых ремонта. Первый на очереди телефон Dexp. Не включается, не заряжается. С виду целый, слегка пошарпанный, отсутствует кусок корпуса. И если мы взглянем в разъем, то мы увидим загнутый пин. Замерять потребление в этом случае бесполезно. Разъем у нас неисправен, будем его менять. Для начала разберем телефон. Болты я уже выкрутил для ускорения процесса записи. Снимаем заднюю крышку, видим отсутствие куска корпуса. Поломанный корпус, но это клиент разбирал телефон сам. Далее извлекаем аккумулятор. Остаток от верхней части корпуса. И пытаемся снять нижнюю часть корпуса. Она сидит гораздо лучше, чем верхняя. Все, сняли. Теперь имеем доступ к системному разъему. Системный разъем находится в верхней части телефона. Пытаемся снять системную плату. Отклеиваем защитную наклейку из экранирующего скотча, дабы подобраться к шлейфу дисплея. Отстегиваем шлейф дисплея. И аккуратно, зная какие шлейфы у ДЭКС, пытаемся его отсюда исплечь. Есть. Шлейф изъяли. Почти все целое. На шлейфе имеются небольшие окислы. Но на работу, я думаю, влиять это не будет. Далее отклеим боковые клавиши, чтобы их не оторвать. И выкрутим один болт, фиксирующий системную плату. У нас подклеена камера. После того, как нам это удалось, снимаем камеру вместе со вспышкой. Смотри, какая интересная конструкция. Вспышка идет прямо из камеры. Убираем в сторону. И не забываем про шлейф тачскрина, который проходит у нас в верхней части телефона. Также отклеиваем защитную наклейку. Отстегиваем коннектор. И вытаскиваем шлейф тачскрина. Здесь также имеются небольшие окислы. Но я думаю, это не страшно. Изымаем системную плату. Убрав все лишнее, приступаем к демонтажу системного разъема. Для этого берем немного флюса. Купил я какой-то новый флюс. Не знаю, будем пробовать. Очень дешевый. Но сказали, вроде более-менее. Как раз для таких целей он подойдет. Для разъемов, проводов. И у него удобный тюбик. Ссылочку на него пока не оставлю. Потому что сам не знаю, как он паяет. Какие разъемы я снимаю при помощи сплава розе. Наносим на монтажные контакты. Также наносим на интерфейсные контакты. Все, разъем снят. Теперь зачищаем весь наш сплав розе. Для этого воспользуемся оплеткой и обычной канифолью. Убираем остатки канифолью флюкс оффом. Как мы видим, монтажные контакты. Здесь у нас только два сквозных и два наверху. То есть такого разъема у нас вряд ли найдется. Будем делать что-то подобное. Берем нашу коробочку с разъемами. Так она выглядит. Вот здесь находятся примерно похожие разъемы. Возьмем первый попавшийся. И сделаем из него подобный разъем. Для этого откусим задние ноги кусачками. Я думаю будет идеально. Подготавливаем разъем. Берем припой. Убудем интерфейсные контакты. И убудем маленькое брюшко разъема, чтобы он по шву не размехался. При таком методе пайки у нас разъем будет стоять гораздо дольше. Он просто не сможет разъехаться вот по этому шву. На каждом разъеме есть шв. То же самое делаем с платой. Убудем интерфейсные контакты. Повторяюсь, убрали весь сплав разъ. Есть. Устанавливаем разъем. Встает как родной. И с обратной стороны начинаем паять. Итак, системный разъем запаян. Смотрим потребление платы без аккумулятора. Подключаем к лабораторному. Видим шевеление, а значит разъем у нас нормально определился. Телефон собрали обратно. И как мы видим, он включается. Дождемся запуска. Телефон запустился. Есть картинка. Тач работает. Зарядка идет. Все вроде бы неплохо. Телефон починен. Приступаем к следующему ремонту. Следующий на ремонте телефон Techset. По словам клиента, его не слышат. То есть у нас не работает микрофон. Болты также с телефона выключены. Снимаем заднюю крышку. Снимаем аккумулятор. Берем нашу любимую металлическую лопатку. И куда-нибудь между корпусом ее подсовываем. Отщелкиваем корпус. Открываем. Видим здесь какое-то залитие. Какой-то липкой жидкости. Судя по всему, это сладкий чай. Так как телефон работает, вода, я думаю, жидкость не попала вовнутрь. Так что давайте промоем здесь все флюксовом. И так же промоем флюксовом клавиатуру. Здесь не работает микрофон. Микрофон также у нас залит. Не будем долго что-то придумывать. Берем коробочку и пытаемся найти в ней микрофон. Так, в этой коробочке микрофонов я не вижу. Зато на полочке лежит у меня уже откуда-то снятый микрофон. Отпаиваем наш неисправный. Добавляем немного припоя. И впаиваем наш неисправный. Смотрим, у нас здесь полюсов нету. Значит, припаиваем. Все, микрофон запаян. Устанавливаем на свое место. Собираем телефон и проверяем. Ну и третий простой ремонт. Телефон Sense8. Вот такая у него модель. Данный телефон мне просто так отдали. Пытались поменять сами аккумулятор. Аккумулятор купить не смогли. Решили перепаять все это на контроллер. Вот на эту другую банку. И переполюцовку сделали. Умер у нас здесь капешка. Капешку я уже поменял. Капешку менять там ничего интересного. Машины накатал, перекатал, напаял. Все, ничего интересного нету. Интересно здесь с аккумулятором. Аккумулятор я тоже не нашел. По крайней мере в России. В Китае аккумулятор есть. Ценник на него я увидел. Вам интернет покажу. А может даже ссылочку оставлю. Не знаю. Сначала я опешил. Потом посмеялся конечно. От такой цены на аккумулятор. Вот на это говно. Но делать нечего. Что я решил. Поехал я. Так GSM купил банку аккумуляторную. Примерно по размеру. Ну в принципе то же самое. Что хотел сделать хозяин данного телефона. Только мы сейчас попробуем не перепутать полюса. И все это дело оживить. Я уже проверял. КПшка все отрабатывает. КПшка у нас отличная. Китайцы прислали. Молодцы. Причем прислали очень быстро КПшку. Я прям удивился. Что микросхему так быстро прислали. И с виду даже была новая. Снимаем защитный скотч. Защитный скотч сняли. Каптоновый. Включаем наш паяльник. Смотрим где у нас B+, где минус. Вот у нас здесь B+, B-. То есть чтобы на самой банке не перепутать. Где плюс, где минус. У нас во первых так пытается постоянно писать стороны плюса. Почему то я не знаю. Может специально. Может случайно. Наклейка. Не наклейка. Клеймо. Тага всегда находится здесь. Сколько я банок покупал. Все отпаяли. Этот контроллер нам уже не нужен. Теперь смотрим где у нас здесь B+, B-. Так. Вот B+. Вот это B-. Покупал банку примерно чтобы она подходила по размеру контактных площадок старой банки. Добавляем, наверное, маленько припоя. Сразу же. Чтоб лучше была фиксация. И где-то по центру пытаемся отцентровать. Все это дело в центру контроллера имею в виду. Запаиваем данную банку. Банка заряженная. Коротнуть нам ее не вариант сейчас. Так. Маленько скосили. Давайте. Исправим ситуацию. Есть. Баночку запаяли. Вот эту же самую наклейку сюда. Так вот. Хлоп. И вложим. Вот. Так. Нет. Давайте сейчас нормально перемотаю и продолжим. Итак. Банка перемотана. Вот так это выглядит. Все заизолировано. Ничего не коротнет. Вообще с банками у нас шутки плохи. При замыкании здесь такое может быть. Ой-ой-ой. Пробуем собрать обратно телефон. Естественно, баночка у нас по размеру чуть-чуть поменьше. Потому что впритык баночку брать не вариант. У нас телефон просто элементарно не соберется. Пробуем включиться. Есть запуск. Пока телефон запускается, давайте его закрутим. Телефон прислали, кстати. Отдали. Точнее, разобранный. Винты от него лежат на верху. Они были в отдельной баночке. О-хо. Ох ты. Какая у нас здесь полифония, ребята. Такую полифонию еще надо поискать. Звук, кстати, приятный был очень. То есть динамик здесь достаточно качественный. Вообще не знаком с фирмой Sense8 вот этот. Я не знаю, где они его купили. Как он себя ведет. Какие у него характеристики. Я не в курсе вообще, ребята. Меня это не колышит. Мне самое главное, чтобы он заработал. И его можно было продать. Насколько я понял, баночку я купил на 3000 мА. Я не думаю, что здесь баночка была емкостью поболее. Ну, на крайний случай, может, 3,5 мА. Ну, не факт. Так что баночка эта здесь будет замечательно себя чувствовать. Да, включился. Смотрим. У нас 87% заряда. Телефон отрабатывает вроде бы корректно. После замены контроллера питания. Тач все работает. Да, цвета все передает. Я думаю, его еще понагружать. О, началось. Так, не знаю, что это было. И откуда этот звук. Но ругается он, конечно же, на температуру аккумулятора. Попробую это все дело обойти. Но даже с этой ошибкой он вроде бы работает нормально. На крайняк оставлю себе. Ставлю свою сим-карту вторую и буду им пользоваться. Вот такие были 3 простых ремонта. Вам, товарищи, спасибо за просмотр этого видео. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Руслан. И надолго не прощаемся. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...